Владимирскую область министр спорта России посетил сразу по ряду причин. Одна из них касается приятного события. В этом году исполняется 100 лет Владимирскому спорту. Ровно век назад в регионе началась работа местного управления физической культурой и спортом. Как много лет назад, так и сейчас главная цель сделать спорт нормой жизни и обеспечить для этого качественную инфраструктуру. Задача одна, чтобы граждане с удовольствием занимались спортом, чтобы спортсмены завоевывали медали, ну и чтобы мы гордились нашей историей. Я хочу, пользуясь случаем, поздравить вас с столетием создания регионального органа управления в сфере физической культуры и спорта. Еще раз хочу напомнить, что есть чем гордиться и очень благодарен, что вклад Владимирской области в нашу копилку достижений и гордости и Советского Союза, и Российской Федерации значимы. Сегодня у Владимирской области физкультуры и спортом занимаются 680 тысяч жителей, а через 6 лет это число значительно увеличится благодаря поддержке национальных профильных программ. Только за последние два года в области открыто более 20 крупных спортивных объектов – Камешково, Коврове, Александрове и еще столько же площадок для подготовки и сдачи норм ГТО. Их для своих тренировок используют и профессиональные спортсмены, которых сегодня наградили почетными медалями за успехи, а их тренеров – благодарственными письмами. В 2023 году нашим спортсменам завоевано более 600 медалей на международных всероссийских соревнованиях. И 239 наших спортсменов входят в состав сборных команд Российской Федерации. И мы стараемся поддерживать, поощрять спортсменов. По итогам сезона премии выплачено 114 спортсменам и 49 тренерам. Сразу после совещания глава Минспорта страны посетил несколько спортивных объектов и болел за участников престижного турнира по бильярдному спорту в Сустале.